Добрый день. Краснодар на конференцию для работодателя. О чем будете говорить? И наверняка вы знаете, какая ситуация у нас на кубанском рынке труда. Да, безусловно. Мы расскажем о том, какие вопросы обсуждались на весенней ЧАР-конференции в Москве, которая прошла 12 марта. И будем, конечно, говорить о специфике Краснодарского края. В частности, сейчас мы наблюдаем такую картину, что специалисты именно строительной сферы и сферы гостиничного бизнеса и туризма сейчас находятся в свободном поиске работы. То есть искатели именно этих отраслей сейчас наиболее активны на рынке труда Краснодара. И связано это, скорее всего, все-таки с Олимпиадой, которая у нас уже прошла. И вот те люди, те сотрудники, которые обеспечивали сначала строительство Олимпиады, а потом размещение гостей и их обеспечение питанием, сейчас не готовы уезжать из Краснодара, не готовы бросать Краснодарский край. Понравилось им здесь жить, поэтому они ищут себя уже в столице Кубани. Оптимизация расходов. Вот сейчас самая актуальная тема, пожалуй, для работодателей. Вот что вы на эту тему можете рассказать? Да, компании сейчас активно, конечно, занимаются оптимизацией. Связано это с нестабильностью экономической в стране. Связано это с тем, что работодатели пока не понимают, что их ждет по итогам первого квартала. Но если мы сравниваем, например, девятый год и год нынешний, то мы видим, что все-таки, слава богу, это не прямые сокращения персонала, а это скорее оптимизация именно расходов на персонал, как то, либо сокращение рабочей недели, да, то есть некоторые предприятия, особенно производственные, они переходят на четырехдневку. Либо это сокращение рабочего дня, которое тоже позволяет в том числе оптимизировать фонд. Либо это изменение, например, в трудовом договоре, то есть изменение какого-то функционала конкретно взятого сотрудника, который тоже позволяет, например, уменьшить немножечко оклад. Либо изменение системы мотивации, привязка, например, результатов труда теперь не к итогам месяца, как это было до сих пор, а к итогам квартала или даже года, да, то есть переход вот на поквартальные, на ежегодные премии. Что таким образом позволит компаниям где-то все-таки фонд тоже сократить. То есть вот такие вот методы, которые не режут команду в чистом виде, а просто позволяют компании где-то сэкономить. Кто-то пересматривает наличие или наполнение соцпакета. То есть в первую очередь, как вот по опросам работодателя мы наблюдаем, это происходит за счет либо обучения персонала, либо сокращение расходов на мобильную связь сотрудников, либо отказ или пересмотр наполнения пакетов добровольного медицинского страхования. А вот интересный момент по зарплатам, по вашим данным, насколько они сократились, уменьшились? Ну, нельзя говорить, насколько в целом, потому что есть компании, которые сказали, да, мы немного уменьшим оклады и бонусы. Есть ряд компаний, которые говорят, мы наоборот увеличим все-таки, потому что понятно, что там с курсом плавающим все-таки покупательская способность рубля сейчас не очень хорошая. Но в целом, если говорить про уменьшение, то это порядка 10-15% от зарплаты 2014 года. Ваш рекрутинговый портал составил такую аналитическую работу, да, самые рискованные специальности вот на данный момент. Действительно, 9 тысяч мы, соискателей, опросили на сайте и в итоге получили такие данные, что в первую очередь это страховщики, то есть страховые агенты. И это обосновано тем, что вот уже мы говорили, работодатели, поскольку ДМС пересматривают так или иначе, да, точно так же и частные лица, граждане России сейчас в меньшей степени готовы страховать свою жизнь, свое имущество, да, то есть вот страховые услуги сейчас в меньшей степени востребованы, поэтому и страховые сотрудники не так сильно нужны, и они чаще там видят себя в группе риска и там готовятся к сокращениям. Это административный персонал, потому что там, где справятся два секретаря, может справиться и один, например, да. И это, как мне жаль, служба управления персоналом, потому что раз мы сокращаем расходы на обучение персонала, значит, можем избавляться где-то от бизнес-тренеров, где-то от корпоративных университетов и где-то просто от рекрутеров, поскольку сейчас бюджетный подбор ограничен. Ну, вот это данные, они касаются всей России, да, или это где-то, может быть, это Москва? Нет, на самом деле это вот в среднем ситуация так или иначе повторяется во всех регионах, потому что структура бизнеса, она похожа, неважно, Москва это или любой другой город. А вот что делать самим работникам, так сказать, в условиях оптимизации? Самим работникам нужно делать соответствующие выводы о том, что ситуация нестабильна, и сейчас мы наблюдаем не такой активный рост вакансии, как, например, это было там весной 2014 года. То есть работодатели сейчас заняли выжидательную позицию, и вакансии размещают, вот если только действительно человеку очень сильно нужен, он сотрудник на работе. Поэтому сейчас нужно в меньшей степени все-таки стараться как-то искать себя на рынке и в большей степени сохранить то место работы, которое есть. То есть не филонить, поменьше курить на работе, да, там и устраивать чаепитие, то есть побольше показывать свою эффективность в работе и таким образом доказывать работодателю свою необходимость на рабочем месте. То есть сейчас не время искать какие-то лучшие варианты, не время там строить карьеру за счет перехода в другую компанию. Сейчас время вот стабильности, стабильного рабочего места там, где вы работаете. Ну знаете, я читала, что с падением курса рубля многие работодатели опять ушли в тени, опять вернулись к черным зарплатам. Вот такое наблюдается? Есть, к сожалению, да, такая тенденция. Более того, мы работодатели тоже на эту тему опрашивали на сайте. Понятно, что, наверное, все-таки не все ответили честно, но вот порядка семей процентов работодателей сказали, что да, нам придется в этом году уйти в серые зарплаты. Мне вот знаете, что интересно, когда предлагают тем людям, которые попали под сокращение, переобучаться, охотно ли они идут на это? Потому что вот я знаю, что у нас на местном рынке труда люди неохотно соглашаются на переобучение. Ну, на самом деле человек инертен и, в общем-то, это неудивительно. Да, человек, если выбрал себе профессию, то, конечно, менять ее не всегда хочется, но, как показывает практика, именно те люди, которые все-таки соглашаются на переобучение, они бывают востребованы в первую очередь на рынке. Поэтому здесь нужно все-таки ориентироваться на то, что если у вас профессия востребована, и вы понимаете, что легче найти работу, чем переобучиться, то, конечно, можно сопротивляться этому предложению. Но если вы понимаете, что вы в течение месяца, двух, трех ищете работу и найти ее не можете, то гораздо логичнее и мудрее поступить, пойдя навстречу предложению, например, службы занятости о каких-то курсах переквалификации. А что обычно предлагают на бирже? На бирже, в первую очередь, предлагают, конечно же, рабочие какие-то специальности, которые востребованы сейчас высоко любыми практически работодателями, то есть токари, слесари, медработники, медсестры. То есть вот эта категория, там, бухгалтерия всегда будет востребована, потому что ни одна компания без бухгалтера не обходится. Там, программирование, там, если у человека есть к этому способности, то тоже сейчас востребовано высоко. Поэтому любая специальность, которая так или иначе вызывает какой-то отклик в душе, может быть освоена, сейчас нет, в общем-то, преград к этому. А что в агентствах предлагают, вот интересно, есть какая-то разница? Агентства, если мы говорим про кадровые агентства, они все-таки не занимаются таким обучением, да, вот профессиональным сертификацией. Агентства, скорее, могут предложить некие тренинги, например, по продажам, поскольку нет такой профессии в вузах у нас. Вот, поэтому здесь, скорее, это вот такая вот сфера коммерческая. Но все-таки надо понимать, что агентство, основной их деятельностью является просто трудоустройство людей, даже не трудоустройство, а закрытие позиции работодателя. Поэтому агентства здесь в меньшей степени помогут. Здесь все-таки вот нужно ориентироваться на службы занятости, тем более, что у них есть и господдержка, да, есть деньги, которые им выделяются для этого. Ирина, вот перспективы у нас какие все-таки интересны. 2 миллиона 400 тысяч уволенных, это в перспективе, да? Эта цифра вполне реальна. Нам еще ждать волны сокращений? Эта цифра в целом по стране, и она вполне реальна. Но нужно понимать и помнить о том, что в Краснодаре все-таки уровень безработицы ниже, чем в целом по стране, причем ниже в разы, можно сказать, да, если 5-6 процентов. Так у нас свободных вакансий гораздо больше, чем вообще людей на рынке. Ну, на самом деле, не больше вакансий, чем людей, конечно же, да, то есть конкурс на место сейчас вырос. То есть если раньше там так называемый индекс Headhunter, который мы считаем как соотношение количества резюме на количество вакансий в той или иной профсфере, раньше он был 3-4, сейчас он где-то там на уровне 6-10 человек на одну вакансию. Но тем не менее, все-таки в Краснодарском крае ситуация гораздо лучше, чем в целом по стране, то есть уровень безработицы 5 по стране, 5 процентов, и 0,7 процентов в Краснодаре, согласитесь, там цифра достаточно хорошая. Вот, поэтому в целом по стране, да, ситуация будет все-таки, наверное, сложнее, и волны сокращений ждать приходится где-то в апреле, когда компании подведут итоги финансовые первого квартала 2015 года и посмотрят, насколько их планы, насколько их ожидания финансовые совпадут с реалиями. И если картинка будет оптимистична, значит сокращение компания не будет проводить, но если компания будет понимать, что иначе ей не выплатят в бизнесе, конечно, возможно, там 10-15 процентов от численности персонала, возможно, попадут под сокращение. Ну вот по вашим прогнозам, вы же все-таки изучаете ожидания, да, тревогу соискателей и работников, да, вот по вашим прогнозам все-таки какая ситуация будет? Ну вот мы наблюдаем, что вот по сравнению с январем и февралем этого года в марте картинка поинтереснее, то есть мы называем это такой мартовской оттепелью, когда и количество вакансий увеличилось, и работодатели как-то стали легче разговаривать о его подборе, а не о сокращении там штата. Поэтому есть вероятность того, что компании откажутся от идей сократить персонал в сторону, может быть, отпуска без сохранения заработной платы на какой-то период, да, стабилизации, и все-таки команду сохранят. Да, потому что я думаю, там, впереди лето, а потом еще осень, придется опять набирать людей. Да, безусловно, то есть рынок соискательский, как был в 2014 году, так он и продолжит и сейчас быть все-таки соискательским, потому что демографическую яму никто не отменял, отсутствие высококвалифицированного персонала в нужном количестве тоже пока мы наблюдаем. Поэтому, да, в краткосрочном периоде можно говорить о том, что сейчас работодатель диктует условия, и это видно потому, что те люди, которые на рынке труда сейчас находятся в свободном плавании, которые ищут работу, они сейчас готовы даже пересматривать свои зарплатные ожидания вот в сторону уменьшения, лишь бы взяли на работу. Да, ну, в общем-то, народ понимает, что все-таки есть такие обстоятельства экономические, с ними тоже нужно считаться, то есть это понимание есть. Да, но оно, я думаю, что оно такое краткосрочное, и к осени все равно ситуация изменится, и опять соискатели будут диктовать условия, потому что все-таки работодатели нуждаются в рабочих руках. А HeadHunter сейчас над каким исследованием работает? Мы сейчас как раз вот мониторим практически ежемесячно ситуацию на рынке, связанную с количеством вакансий, с настроениями соискателей, и регулярно проводим опросы и среди работодателей, и среди соискателей о том, что сейчас происходит. Да, что планирует компания относительно своего персонала, и как соискатели себя ощущают, да, вот боятся ли они увольнений, готовы ли они на некое уменьшение своих зарплат. И вот действительно впервые за несколько лет мы видим, что соискатели на вопрос, готовы ли вы к тому, что ваш работодатель снизит вам чуть-чуть зарплату, но при этом сохранит за вами рабочее место, мы видим, что все больше процентов людей говорит, да, мы готовы к тому, что пусть чуть-чуть будет зарплата пониже, но при этом команда сохранится, и мы сохраним свои рабочие места. Ирина, спасибо большое, что нашли время и к нам пришли. А я напомню, мы сегодня говорили о рынке труда с директором макрорегиона HeadHunterUG Ириной Веретяниковой. Вы смотрели «Факты мнений». Всего доброго и до встречи на канале Кубань24. Субтитры создавал DimaTorzok